Денис Никулин признан виновным в покушении на мошенничество в крупном размере и хищение чужого имущества путем обмана, опять же, в особо крупном размере. Сочинец заключал в простой письменной форме различные договоры. Договор купли-продажи на жилые помещения, договоры займа, договоры купли-продажи доли в товариществе, а также договоры инвестирования. На основании этих документов брал с людей деньги на строительство многоквартирных домов в Сочи. Никулин не имел разрешения на строительство данных домов, не оформил изменения целевого назначения земельных участков, не обладал заключением государственной экспертизы, разрешающей строительство многоквартирных домов, и начал самовольно возводить дома. Он не предупредил о возможных рисках о том, что данные самовольно возведенных дома могут подлежать сносу. От действий застройщика пострадали жители нескольких регионов России. Сумма ущерба составила для каждого из них от 650 тысяч рублей до 8,5 миллионов. Суд вынес приговор. 11 лет в исправительной колонии общего режима. На имущество застройщика наложен арест. Вопрос о разрешении гражданских исков потерпевших будет рассматриваться отдельно.